Санкт-Петербургского книжного салона Добрый день, спасибо Ну, как уже было сказано, представляется сегодня проект Миры Стругацких Время учеников 21 век И конкретно первая книжка этого проекта Важнейшее же искусство Ну, я поскольку куратор, я так в общих чертах могу об этом рассказать Я думаю, что подробнее вам смогут поведать об этом проекте Его, так сказать, творческий мотор, двигатель и, собственно, редактор-составитель И автор идеи Андрей Евгений Чертков И авторы этого сборника, первого сборника проекта И предыдущих, да, и предыдущих сборников, которые выходили в конце 90-х, начале 2000-х В другом издательстве Вячеслав Рыбаков и Николай Романецкий Я представляю слово Андрею Черткову Редактору, составителю, ну и, как я сказал уже, творческому мотору Пожалуйста, давайте поприветствуем наших гостей Еще раз Добрый день Ага, пытаюсь Ну, в общем, особенно там много по этому поводу говорить как-то довольно уже странно Это очень давняя история, давний проект, который то появлялся, то... Можете рассказать историю? А, ну, поскольку Андрей, да, его ищут постоянно, очень востребованный персонаж Вот, я могу рассказать предысторию немножко этого проекта Впервые книги серии «Время учеников» начали выходить в конце 90-х годов Идея была, собственно, выдвинута Андреем Чертковым И сборники эти включали произведения авторов преимущественно четвертой волны Так называемой отечественной фантастики Произведения, в которых писатели отдавали Отдавали долг уважения братьям Стругацким Это были... Вот, значит, авторы четвертой волны Известные на тот момент и восходящие, так сказать, звезды нашей фантастики От Вячеслава Рыбакова и Андрея Лазарчука До Сергея Лукьянька и Вохи Васильева Они написали свои произведения Которые были либо сюжетным продолжением произведений Стругацких Либо каким-то образом связаны с этими произведениями Вот, эти книги Первые три вышли в, как я сказал, в конце 90-х, начале 2000-х И они до сих пор, на самом деле, их можно найти в продаже Они до сих пор допечатываются, переиздаются То есть тираж их достаточно велик Проект был очень интересен на тот момент Но прошло время Прошло 10 лет, больше 10 лет, да, Андрей? Вот, 12 лет прошло с выхода первой книжки Соответственно, сменилось поколение Появились новые писатели, выросшие новое поколение Которое выросло, в том числе и на творчестве Стругацких Которые до сих пор считают Стругацких своими учителями Вот, и себя считают, соответственно, учениками Стругацких И вот, в связи, опять же, с тем, что возник интерес у кинопродюсеров И кинорежиссеров к творчеству Стругацких Многие, наверное, знают картину Константина Лопушанского «Гадкие лебеди» по одноименной повести Стругацких книг Кстати, участвовал в создании сценария ее Вячеслав Михайлович Рыбаков Безусловно, все знают двухчастную картину Федора Бондарчука Да, по обитаемому острову Которая, в общем-то, недавно вторая часть, как я понимаю Вчера состоялась официальная премьера Вот, как тут говорит Андрей И сейчас готовится к выходу фильм Германа По повести «Трудно быть богом» Фильм называется, если не ошибаюсь «Что сказал табачник с табачной улицы» Уже даже история о канарской резине Ну, там понятно Вот, и, соответственно, интерес к творчеству Стругацких У читателей и зрителей возрос Вышло за последние годы некоторое количество Компьютерных игр Как обычных, привычных, так и онлайновых Вышел, вот сейчас, точнее, выходит комикс по обитаемому острову Если вот, я не думаю, что да, да, да Я думаю, что не все наши вот здесь присутствующие участники знают Но комикс этот выходит Вот, и на этой волне Андрею удалось возродить давний свой проект Довольно интересный И издательство «Азбука» в начале 2009 года выпустило первый том Нового, так сказать, цикла «Время учеников» Важнейший из искусства В книжку вошли, так сказать, ну, что называется, трибюты, да Произведения, в которых авторы, опять же, отдают долг уважения Братьям Стругацким Но в данном случае большинство произведений так или иначе связано с кинопроизводством С киноиндустрией, да Сейчас я Андрею дам Он уточнит и скажет подробнее о вот этом вот конкретном томе Да здесь все очень просто, так сказать Поскольку я сам довольно давно работаю в кино Кроме других всех видел Я знаю, что это такое, кинобизнес Поэтому я сделаю книжку, пытаясь, чтобы показать Каким образом кино берет фантастику, лучшую фантастику И делает из нее, извините По сути, уничтожает эту литературу на экране Именно этому и был посвящен книге То есть немножко такая она провокационная книга Обычно киношники пользуются фантастикой А здесь мы, как бы, фантасты, отвечаем киношникам их же монетой Показываем, как они снимают свои фильмы И как они полностью все извращают Вот об этом и книга Надеюсь, что книга была самая интересная Главное, что она была самая очень необычная Такого типа проектов я в мировой истории не знаю Как минимум А существует ли первый ученик братьев Стругацких? Назвали ли они кого-нибудь своим приемником? Нет, конечно Слава богу, такого не было и не будет